Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. С вами программа «Город в лицах» Николай Александрович Булычев после долгого перерыва, пока он тут немножко приболел, пока я отъезжал. И очень символично, что мы встретились в тот день, когда пройдет презентация вашей книги. Некоторые люди, наверное, многие не видели наших с вами эфиров. Для чего, почему вы вообще? Расскажите о книге. Начнем с этого момента. Ну, в прошлом году мне вышли сразу две книги. Первая книга «Абсурд и курьезы. Название рязанских улиц». Вот эта книга. А вторая книга «Рязань в названиях от Адая». Это справочник, в который я описал все улицы Рязани. Все улицы, проспекты, площади, переулки, проезды и так далее. Парковые зоны. Ну, сегодня я буду выступать перед старшеклассниками, студентами. Вот как раз буду рассказывать. Ну, я в первую очередь буду рассказывать не о своих книгах, а о работе нашей экономической комиссии. Так как наша комиссия исполнилась 35 лет. Вот мы на протяжении уже двух месяцев проводим юбилейные мероприятия. И тем не менее, книги написаны. Цель написания этих книг. Вот я, например, вот смотрите. Может быть, извините, смена климата. Значит, смысл в чем? Я, например, вижу цель написания этой книги. Может быть, даже сами об этом не задумывались. В общем, мы, в том числе и я, безграмотные. Безграмотные в топонимическом плане. И, вы знаете, вот было множество отзывов, когда мы два с вами эфира записали. И писали люди, которые, как я в таких случаях говорю, обезображены интеллектом, с высшим образованием. И для них стало полным откровением название некоторых улиц. Например, вы понимаете, вот даже такая особенность. Смотрите, до того, как мы с вами записали наши программы, я всегда говорил «Дашкова песочня». Видите? А потом я с вами поговорил, и я стал говорить «песочня». И мне стало, знаете, как-то льстит мое самолюбие. Вот это как раз главная цель. Донести. Не просто пропиарить себя, свою комиссию, свои книги. А донести до рязанцев о том, что необходимо бережно относиться к такому нашему наследию. Я считаю, это культурное наследие. Как название рязанских улиц, название рязанских микрорайонов, парковых зон и так далее, и так далее. Вот правильно их называть. Не коверкать, не искажать. Давать именно такие-таки названия. Я буквально вот на прошлой неделе выступал сразу на двух телевизионных каналах. На Рязанском канале Вести Рязань и на Крае Рязанском. Вот. Я подарил журналистам свои книги с какой целью? Для того, чтобы они правильно, дикторы, я не говорю, я вас не хочу обидеть, но допускаете ошибки. Я очень хотел, чтобы они посмотрели мои книги и не допускали впредь подобных ошибок. Вот смотрите, журналист это ладно, но люди, понятно, что это ладно, это я, потому что сам тоже журналист, себя снимая ответственность. Но люди, которые априори должны правильно говорить, подавать пример, и те тоже не так пишут, не так говорят. Вот об этом, понимаете, вот как это изжить вообще? Почему? Вот давайте на такую тему поговорим. Почему у нас такое неуважение к родной истории, к истории малой родины? У нас не только неуважение к родной истории, у нас неуважение даже к законам, у нас неуважение к каким-то нормативным документам, актам. Если вот по поводу улиц Рязани, по поводу микрорайонов Рязани, есть решение, потому что мы не из потолка взяли все, что мы восстановили исторические названия, мы называли какие-то улицы в городе, вот мы не просто так вот, мы назвали все так, и это есть подтверждение, решение сначала городсовета, потом городской думы, то есть все это официальные документы, а если это официальные документы, они должны всеми исполняться. Почему не исполняются? А вот почему не исполняются, это другой вопрос. Я уже обращался к различным чиновникам, говорю, ну почему? Вот если взять устав города Рязани, там прописано взаимоотношение между властью, то есть городской думой и администрацией. Если какой-то нормативный акт не нравится работникам администрации, они там в определенное время, в определенный период должны внести там протест. Потом еще раз вопрос обсуждается, переголосует и так далее. Ни одного протеста никогда не было, никогда не было по поводу наших решений по топонимике Рязани. Но тем не менее, тем не менее, допускают ошибки. Опять пресловутая это Дашкова-Песочная. Но нет у нас никакой Дашкова-Песочной. Тысячу раз уже говорили, песочный, песочный, песочный. И даже вот одному из руководителей города сказал, а давайте мы на въезде в этот микрорайон, как вот в Москве, в Москве на въездах вот большие-большие микрорайоны, висят баннеры, там написано, такой-то район, там Марьино, Жулебино и так далее. Вот именно на въезде, вот едешь, допустим, по трассе в Москве, подъезжаешь к какому-то микрорайону, висит, всем понятно, что за микрорайон. Вот давайте на въезде в песочную и повесим на что-то песочную, чтобы люди привыкали, когда ошибаются дикторы телевидения, дикторы радио, когда ошибаются наши чиновники. Народ воспринимает как норму, как норму. Поэтому вот и все это происходит. Никакой у нас ДПР, ДПР-4, ДПР-5, их не может быть. Потому что это никакой Дашкова-Песочинский район. Это песочная, еще раз песочная и так далее. И много других таких же ляпов. Вот у нас до сих пор есть какой-то микрорайон Ворошиловка. Нет официально. Есть решение городского совета от 2000 года, где прописано все 50 микрорайонов города Рязани. Там нет никакой Ворошиловки. Там есть район Красный, историческое название, район Красный. Там даже сохранилось две улицы. Первая Красная и вторая Красная улица. Потом дальше. У нас нет микрорайона Лен-поселок. Нет такого микрорайона. Нет. А вот иногда употребляются риэлторы какие-то там, продают квартиры и так далее. Пишут, что в Лен-поселоке продаются квартиры. Абсолютно неправильно. И это неграмотно. Дальше парковая зона. Парковая зона. Столько ошибок тоже допускается. У нас берут пример с Москвы. В Москве там ЦПКИО и у нас тоже ЦПКИО. Ну, что-то оригинальное. Но почему ЦПКИО? Есть историческое название. Рюминная роща. И есть решение городского совета от 2006 года. По поводу парковой зоны. Там официально это употребляется название Рюминная роща. А не ЦПКИО. У нас по-прежнему опять ЦПКИО. Дальше. А вот Верхний городской сад, как тут не называли? И Наташкин парк. И сквер имени Наташи Климовой. И Верхний городской парк. Официально название. Верхний городской сад. То же самое относится и к Нижнему. Тоже вот буквально вчера дикторы объявляли в новостях. Назвали Нижний городской парк. Но это не парк. Это Нижний городской сад. Он таким был еще при Куцернинге. Нижний городской сад и Верхний городской сад. Надо правильно называть. И сразу вот от такого глобального мне хочется перейти к сегодняшней, да, к публицистике, скажем так. К топонимической публицистике. Идет СВО. Я не знаю, это пиар, не пиар. Ну, депутат областной думы говорит, предлагает, давайте увековечим имена героев России. А я знаю, что есть тенденция улицы фамилиями не называть. Вот как преодолеть это противостояние или как, я не знаю, как это назвать. Я слышал это выступление депутата областной думы, а потом дальше были предложения по поводу этого выступления, предложения уже в городскую думу, а давайте мы переименуем. И там в предложении было указано, что давайте переименуем такие некрасивые названия в городе Рязани, блеклые, допустим, с 1 по 14 линии. А давайте назовем в честь героев, которые, к сожалению, погибли на Украине. А давайте еще какие-то улицы называть. Безбожные улицы переименуем опять в этих героев. Мы не против вековечных, мы за это, мы даже много делаем для вековечных. Кстати, наша комиссия, она еще занимается, помимо названия улицы, еще мемориальными досками. На сегодняшний момент уже 20-я доска установлена в честь погибших в спецспециальной военной операции. Значит, 10 досок установлены на школах, где учились наши герои, одна доска на доме, где учился тоже герой. Это вот один из вариантов вековечных. Можно, допустим, опять же в тех же школах создавать музеи, какие-то музейные экспозиции, стенды, посвященные героям. Это нужно делать, нужно вот таким, но не в улицах. Еще вот такой момент. Вы понимаете, ну как бы все говорят, что вот да, вот сейчас люди погибают и так далее, и так далее. Я не знаю, сколько продлится специальная военная операция. К сожалению, будут еще, возможно, жертвы, да. Вот как вы сейчас все предусмотрели, сколько нужно этих улиц. А если мы сейчас будем все улицы... На сегодняшний момент у нас, по крайней мере, есть информация по двум героям России, героям. Остальные погибшие, они награждены Орденом Можества. Ну вот какой критерий избрать? Только героев, которых, их два у нас, или всех погибших, да. Ну тогда у нас улиц не хватит, к сожалению. А еще такой момент, значит, у нас не все герои Советского Союза вековечные. У нас вот город Рязань, Рязансков, очень богато героями, и мы как бы рекорд держим по количеству героев. Вот Герой Советского Союза, Герой России, полный кавалер Ордена Славы, Герой Соцтруда, тоже у нас не вековечных. И все вместе, все вместе, мы подсчитали, это около 500 имен. Вот. Ну, если сейчас мы начнем вековечить в улицах имена героев погибших в ходе СВО, тогда мы забудем Герой Великой Отечественной войны. Не, ну даже исходить, вот смотри, Николай Александрович, даже исходить не из такого понятия. Ну, например, вот если брать правила русского языка, да, у нас же народ, как всегда, сокращает. Он не говорит, говорит, я поеду на улицу Есень. Он не говорит, не поедет. Где мы встретимся? На Есенина. На Есенина, вот именно на Есенина. Ну же обидно. Если вдуматься в смысл этого предложения, то обидно. Вот о чем я и говорю. Обидно, да. Есть же множество разных. Вот о чем я тут с вами согласен. Или вот я такую фразу слышал. На Зубковой течет канализация. Это как? Это же обидно. Это обидно. За капитана летчицу. Антонину Зубкову, прославленную летчицу, герой СССР. Когда такие фразы говорят. Или, допустим, герой Советского Союза, маршал Бирюзов. Есть улица, улица Канищева, в честь него названная. А там появилась пивнушка под названием Бирюза. Бирюза на Бирюзова. А на улице легендарного командарма Великанова появился магазин под названием Великан. Великан на Великанова. Ну это же просто издевательность, это обидно. А на улице Есенина. Вы сейчас заговорили про Есенина. На улице Есенина появился ТСЖ под названием Есения. Есения на Есенина. Ну назовите уже просто Есенина. Зачем искажать имя Есения на Есенина? Это абсурд такой. И таких абсурдов очень-очень много. И поэтому мы призываем, и наша комиссия уже давно приняла решение, не давать именных названий. Она нам навязывает, нас заставляет. Вплоть до выкрученной рукой. И хотят, чтобы мы давали имена улице. Есть другие способы уековедения. А еще вот такой момент. Вот такой момент. Я очень многим задаю вопрос. И у нас было совещание в рамках Горизанской городской думы. Там пришли у нас представители общественности из военкомата. Вот то же самое по поводу именных названий. Тоже присвоение улицам имен погибшего в ходе СВО. Я задаю вопрос. А вы знаете, кто такой Шабулин? Ни один человек меня не назвал. Кто такой Шабулин? Ни один человек меня не назвал. Я говорю, а вы знаете, у нас есть проезд Шабулин. Все знаем, знаем, знаем. Но они знают, потому что они туда ездят. Там 5-я врачная база находится. Это база. Да, да. 5-я база. Все туда ездят. Запасаются продуктами и так далее. То есть база находится на Шабулин. Базу знают. А кто такой Шабулин? Мы, следователи по именической комиссии, прошли по улице Шабулина. Спрашиваем у людей, через кого названа ваша улица. Ни один человек не назвал. Ни один. Но когда в свое время называли этот проезд в честь Шабулина, какую цель ставили? Увековечить имя этого человека. И что? Они не увековечены, а подвергли забвению. Или другой пример. Есть у нас в Уроще улицы Семенов-Середы. Мы прошли по этой улице. Об этом мы говорили с вами. Да, да, да. Это вообще абсурд. Абсурд. Где Рязань, где Семен-Середа, и где жители этой улицы? Никто не знает. Я могу вам рассказать такую историю. Некоторое время назад, когда баня на Семенов-Середе очень популярная. Вот, видите, как я сказал? Баня на Семенов-Середе. Ассоциации именно с баней. Какая-то Шабульна ассоциация с базой. Даже, видите, как я сказал? Баня на Семенов-Середе. Не на улице Семенов-Середе. Вот, хотя она называлась индустриальная и так далее. Но никто это... Почему я знаю? Потому что мне говорят, ты там, ну, попросили, ты теорию там, вот, раскопай историю. Как, что это? Вторая индустриальная. Кто тут, когда она называлась? Когда эта баня появилась? Ну, чтобы какой-то придать, скажем так. Так, ну, есть сейчас такое течение, когда, как бы, легендирование, легендирование, допустим, город Мышкин, да? И тут, понятно, о чем я говорю, да? Это уже это. Я знал про Семенов-Середу. Почему? Я учился в училище связи. Нас туда водили в баню. И поэтому все курсанты знали, кто такой Семен Середа. Вау. Но не все, но подавляющее большинство. Сейчас спроси любого. Почему у нас в Рязани называют Семен Середа? Мы прошли по улице с жителями домов, которые до Семен Середа спрашивали, в честь кого называли. Или говорили, это поэт какой-то знаменитый. Или какой-то герой Совета Союза, участник Великой Отечественной войны. Никто не назвал, что Семен Середа. Это один человек, который устанавливал Советскую власть в Рязани. Но смысл, вот, понимаете, опять, вот, сейчас могут некоторые придать, сказать, да, вот вы там демагогией занимаетесь. Ну, как заниматься демагогией? В таком случае, получается, хотели как лучше, получилось как всегда. То есть, ну, да, если мы приняли такое решение, если вы приняли такое решение, я считаю, что это, это мое мнение, программа субъективная, да, я же вы сказали свое мнение, субъективное, имею право. Так вот, я считаю, что это правильное решение. Она должна быть там бирюзовая, каштановая, сосновая, разная, ну, разная. Но, опять, вот, сейчас мне мысль такая пришла. Просто взять и назвать улица имени Булачева. Это просто. Вроде бы увековечили, да? Да, но для того, чтобы создать, допустим, доску повесить. В этом доме надо изучить. Средства. Да не просто средства, а надо изучить. И в этом доме многое время жил там руководитель топонимической комиссии Рязани Николаевича. Я еще живой, если. О, потом дальше. А потом, потом дальше. Если мы берем, да, опять, вот по этому пути идем, да, кто-то, ведь, есть такое выражение, на мой взгляд, очень хорошее. Не надо объясняться в любви всему человечеству. Ты полюби соседа. То есть мы вот привыкли это глобально. Это глобально. Кто-то из героев, да, они герои. Я это, вы сами знаете, знаю не понаслышке, которые погибнут сейчас там, ребята. Они где-то учились, где-то жили. И как раз вот это сделать, я считаю, сложнее. Это путь более сложный. Но я считаю, это путь более правильный. Потому что кто-то придет, пацан, да, но тут уже дело педагогов, например, в школе, да. Приходит там первоклассник, он говорит, вот слушай, вот здесь вот учился этот, этот. Павел, перебью и хочу прям вот замечательный пример привести. Есть, значит, герой России Соколов, известная личность, да, вот в Чечне погиб и так далее. Значит, в честь него назвали школу, школу номер 8 имени героя Соколова, Романа Соколова. Замечательно. Там создан музей, прекрасный музей, там его личные вещи, там вся информация о нем. Вот и педагогический коллектив, и учащийся бережно относится к этому музею. Каждый ученик школы знает, кто такой Соколов. Потому что там уроки мужества проводятся, там проводятся беседы и так далее. Вот истинно вековечен. Но оказалось мало того, что в школе присвоили, что музеи создали. Еще у нас улицу, ну, нашей комиссии, давайте мы назовем через Соколова улицу. Наша комиссия проголосовала против, но тем не менее Гордубов все-таки, вопреки мнению нашей комиссии, принял решение улицы Соколова, Песочная. На крайней Песочной. Место такое невыразительное, там, ну, не знаю, там сейчас что-то строят или нет. Вот. Никто не знает, кто такой Соколов. А еще вот такой момент. У нас в Рязани есть еще улица Соколовская. Улица Соколовская, это поселок Соколовка. Улица Соколовская. По названию, вот именно бывшая деревня Соколовка названа, да. И сейчас будут путать. Это улица Соколова, это Соколовская. Ну, тут тоже такие-то названия одинаковые. Неправильно. Вот на этом мы пока остановимся, уважаемые наши подписчики и гости канала. Такая серьезная программа наша завершена будет. А в следующей программе мы поговорим о курьезах, действительно, абсурдах, курьезах, которых... Ну, вот такой еще момент. То, что происходит в Рязани, это вообще, конечно, характерно, прежде чем мы закончим, да, это же характерно не только для Рязани. Но и для других точно городов. Абсолютно так. То есть абсолютно, вот это неразбериха. Так? Вот поэтому многоточие. И в следующей программе мы об этом и поговорим. Об абсурдах и курьезах. Продолжение следует... Продолжение следует...